Шалом и добро пожаловать на Вахафта Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Когда человек демонстрирует посвященность Царству Божьему, есть много преимуществ. Одно из них, которое мы увидим сегодня, — это благочестивое развлечение. То есть, когда вы делаете приоритетом своей жизни Царство Божье. Одно из того, что Бог сделает для вас через Святого Духа, — это то, что Он даст вам откровение. Мы говорили о перспективе Царства, но развлечение в принятии решений принесет вам благословение не только в этом веке, но также и после того, как этот мир закончится. После того, как ваша земная жизнь прекратится, и вы войдете в Царство Небесное. Мы снова и снова видели, и именно это я имею в виду, как снова и снова Мессия учил о Царстве Божьем с тем, чтобы мы поняли, насколько важна, жизненно важна истина Царства Божьего для нашей жизни. Если же вы не посвящены полностью Царству Божьему, вы не будете принимать правильное решение. У вас не будет развлечения, чтобы понимать, что происходит в вашей жизни и как на это реагировал. Итак, с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 13 главу. Евангелие от Матфея, 13 глава. Много раз мы видим в Новом Завете, говорить ли это Павел или Мессия или другие апостолы, мы видим акцент на том, как спастись. Иногда мы используем слово «оправдание», как обрести прощение своих грехов Божьей благодатью, чтобы войти в Царство Божье. Но есть и другие местописания, которые говорят не о том, как спастись, а о том, как жить жизнью послушной Богу, как жить так, чтобы приносить честь и славу, выполняя Его цели, будучи посвященным вещам, о которых Он говорит, что они важны. И единственное, как это можно сделать посредством развлечения, которое есть дар от Святого Духа. Итак, заметьте, что Мессия говорит здесь, в 13 главе Евангелия от Матфея, в 47 стихе. Мы считаем, «Еще подобно Царство Небесное Неводу». Сети. И это не любой вид сети, это сеть для рыбной ловли, которую рыбак забрасывает в море. Именно об этом этот пример. Снова посмотрите наш текст, 47 стих. «Еще подобно Царство Небесное Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». Итак, мы видим, что Бог делает что-то. Он учит, что в жизни мы собираем разные вещи. И если мы хотим быть угодными Ему, делая то, что Он хочет, чтобы мы делали, тогда нам необходимо развлечение, как мы скоро и увидим. Итак, их собирают, которые, когда наполнятся, то есть, когда сеть полна, вытащили на берег, на берег моря. И что происходит? Что ж, продолжаем читать. «Сев эти рыбаки, хорошее собрали в сосуды». И вот ключевой момент. Для того, чтобы собрать хорошие вещи, вы должны знать, что является хорошим, а что нет. И вы не можете предоставлять это своему знанию, своей перспективе. Для того, чтобы различать, что является поистине хорошим, вам необходимо слышать от Святого Духа. И только когда вы посвящены целям Царства, тогда и только тогда будет у вас, будет эта способность различать и собирать хорошее, и помещать его в сосуды. Читаем дальше. «Гнилое» же. Итак, мы видим, что существует просто два типа вещей. Здесь стоит слово «хорошее». Что это значит? Это то, что относится к воле Божьей. А остальное, здесь стоит слово «гнилое». Эти вещи находятся в состоянии гниения. Они долго не продержатся. Так вот вопрос. В жизни вы стремитесь, вы работаете, делаете что-то. Но вот проблема. Большинство людей стремятся, они трудятся, они работают, они поглощены этими вещами, стремятся к ним, утверждают свою волю в конкретной ситуации для того, чтобы совершить то, что они хотят, для того, чтобы достичь своих целей. И вот проблема. Столь часто большинство людей, то, к чему они стремятся, чем они владеют, все эти вещи в состоянии гниения, они не прибудут, они не имеют ничего общего с Царством Божьим. И, следовательно, что об этом говорит Павел? Он пишет в 3 главе 1 послания Коринфянам, что люди с таким настроем ума, без развлечения, они потерпят урон. И вот библейская истина. Когда вы предстанете перед Богом в день суда, и мы увидим, что суд всегда в основании учения Мессии. И так печально, ошибочно, к несчастью, такие люди имеют неверный взгляд. Те, кто не думают о суде, рассуждают о «О, Божья благодать так велика, суда не будет». Это ложь. День суда в самом деле наступит. И если у вас есть развлечение, если ваш ум настроен на Царство, тогда этот день суда для вас будет днем не урона, а днем наград. Это будет день обретения. Но для тех, кто принимает мирские решения, а не решения Царства, эти индивидуумы потерпят урон. Это будет наихудший день. И за этим днем последует определенная вечность. Какая? Что ж, продолжим читать. «Те, у кого есть развлечение, хорошее собрали в сосуды, а гнилое выбросили вон». И акцент здесь в тексте на слове «вон». Мы читаем дальше, 49 стих. «Так будет в окончании века». Когда этот век придет к концу, к завершению, «так будет в окончании века». Что произойдет? Выйдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Услышьте следующее. Мы видим, что есть два вида. Хорошее, то есть соответствующее воле Божьей, и гнилое. Это не будет иметь пребывающего качества. Оно будет потеряно и исчезнет навсегда. Не стройте свою жизнь на стремлении к вещам, которые далеки от перспективы царства. Они – ссор. Они в состоянии гниления. Они не пребудут. И также он говорит, что ангелы в окончании века, в завершении этого мира, ангелы выйдут, и они что-то сделают. Что говорит Писание? Что ж, эти ангелы, вы можете поверить, у них будет развлечение, и они отделят, отделят злых из среды праведных. И вот ключевой момент. Имеется только две возможности. Есть либо то, что является злым, а что есть злое? То, что в конфликте с Божьим, или то, что является праведным. Библейски говоря, мы видим, что праведность – это результат веры. Мы видим, что этому учит, к примеру, книга Бытие. Мы видим, что Павел подчеркивает это, к примеру, в Послании к Римлянам, в 4 и 5 главах. Но вот еще одна важная истина. Мы видим взаимосвязь между праведностью и проявлением Божьей славы. И когда Божья слава проявляется, вот ключевой момент. Происходит хорошее, благословенное. Итак, ангелы выйдут, и они отделят. Только две возможности. То, что является гнилым, то, что является злым, и то, что является добрым, относящимся к царству. Посмотрите 50 стих. Он говорит здесь. «И ввергнут их в печь огненную». Это явно относится к суду, к буквальному суду. С теми, кто испорчен, с теми, кто злой, с теми, кто не является частью Царства Божьего. Что произойдет с ними? Ангелы соберут их, и Писание говорит, что бросят удар «и ввергнут их в печь огненную». А огонь столь часто связан с Божьим судом последних дней, и этот суд не на время, а навеки, вечно, навсегда. Таким образом, вы будете проводить вечность в одном из двух мест, или в вечном огне, или в Царстве Божьем. Я могу вам сказать что-то вне всякого сомнения. Я знаю, что это факт. В Царстве Небесном не будет ни одного, кто пожалел бы, что он там. И не будет среди переживающих огненный суд ни одного, кто не был бы ужасно опечален и не сожалел бы о том, что принял это ужасное решение, что он отверг его ангельское послание, что его ум не был настроен на Царство, и что он не любил Царя этого Царства, Мессию Ешуа, Иисуса из Назарета. Кого мир называет Иисусом Христом, помазанником? А почему он помазанник? Потому что он был послан его Небесным Отцом на землю, чтобы обеспечить спасение, положить свою жизнь с тем, чтобы мы могли иметь вечную жизнь. Так что будут те, кто будут брошены в печь огненную. И там будет... Какая будет вечная судьба тех, кто не вел себя с развлечением? Тех, чей ум не был настроен на Царство. Там будет плач и скрежет зубов. Это интересно, потому что фраза «искрежет зубов» стоит в определенной позиции. Что это значит? Что ж, это качество определенности означает конкретный скрежет зубов, связанный с Божьим вечным судом. Вам не надо быть частью этого. Что ж, перейдем к следующему, 51 стиху. И спросил их Ешуа, поняли ли вы все это? И позвольте мне сказать, что вам все это необходимо понимать. Все это должно быть основанием для вашей жизни. Итак, «Инн», говорит «Инн», «поняли ли вы все это?» Они говорят ему «да». И обратите внимание на следующее слово. Если вы используете перевод, основанный на неправильном, греческом оригинале, то текст на этом и заканчивается. Но если ваш перевод основан на правильном греческом тексте, там есть еще одно слово. Не просто «да», а «да», «Господи». И вот ключевой момент. Когда чей-то ум настроен на царство, он будет признавать Ешуа, Иисуса Господом. Он становится центром его жизни и его цель служить ему, угождать ему. И вы знаете, что в этом так чудесно. Когда вы будете делать это, результатом будет радость. Радость в этом мире. Но вот ключевой момент. Радость навечно. Итак, Ешуа говорит «поняли ли вы все это?» «Все это связанное с царством». И что они говорят? «Да, Господи». 52 стих. Он же сказал им «поэтому всякий книжник научный». Обратите на это внимание. Всякий книжник. И в основном книжники, у нас нет времени вдаваться в детали того, кем они были, но они были экспертами в писании. А если вы эксперт в писании и правильно обучены, вы будете понимать вещи царства. Вспомните, я говорил о развлечении, когда мы начали. И вот откуда приходит основа для этой доктрины развлечения и настроенности ума на царство. Потому что Иешуа говорит, «Поэтому всякий, каждый книжник, наученный царству небесному, подобен хозяину». Это не просто человек, а человек владелец дома. Это слово означает «владельца дома», но поймите, что имеется в виду. Это означает того, кто имеет власть. Он владеет чем-то, и с этим владением приходит ответственность, власть. И что делает этот человек? Что ж, заметьте, подобен хозяину, домовладельцу, собственнику дома, который выносит из сокровищницы своей. Это его владение, все, что он имеет. Он выносит из сокровищницы своей новое и старое. Очень важно, чтобы мы поняли, что говорится здесь. У него есть развлечение на то, что новое. И, между прочим, если вы хорошо изучите книгу Откровения, вы обнаружите, и это так, и не только там об этом есть ясное учение в книге Откровения, но также об этом сказано и в других местах. К примеру, в 31 главе книги Еремии слово «новое» относится к царству, а слово «старое» относится к этому миру. Так что он говорит вот что. Всякий книжник, всякий, кто понимает слово Божье, кто был научен, что тут сказано? Научен царству Божьему. Он человек, который достиг, у него есть владение. Он собственник, и он способен выносить из своей сокровищницы и делать развлечения между новым, относящимся к царству и теми вещами, что относятся к миру. Посмотрите 53 стих. «И когда окончил Ешуа притчи эти, и вспомните нашу притчу, это нечто, содержащее мудрость, короткое утверждение, наполненное мудростью, которая должна управлять, править вашей жизнью. И когда окончил Ешуа притчи эти, он пошел оттуда. И придя, обратите на это внимание, и придя в отечество свое, это его родина, место, откуда он, его родина, где он оттуда. И придя в отечество свое, он что-то делал. Писание говорит, что он учил. И обратите пристальное внимание, предложение стоит в имперфекте. Что это значит? Он учил в прошлом, учил в тот момент, но это учение не будет продолжаться все время. В то время оно подошло к концу. Поймите, что все заканчивается. Сейчас у вас есть возможность обратить взор на Слово Господа, читать Писание, но не всегда у вас будет возможность слышать Слово Божье и откликаться на Него. Воспользуйтесь этой возможностью. Так что он делом учил их в Синагоге их Слово Божьему. Так что они, заметьте это, они были изумлены. Послушайте это. Они и раньше слышали, как учили люди. Я имею в виду, что каждый день в Синагоге были занятия. Люди изучали Слово Божье. Они делились, учили Откровению Писания. Но когда это сделал Ешуа, тут сказано, «Они были». И это очень значимо, очень мощное слово. «Они были изумлены и говорили, откуда у него?» Это очень важно. Они удивлены. у них был вопрос «Откуда? Что за источник этого?» Этой мудрости и таких чудодейственных сил. Он способен делать столь многие вещи. Мы знаем, что он может делать все. Но вот контекст. Тут говорится о разнообразии его силы делать разные чудеса. И они задали вопрос. Посмотрите, 55 стих. Они говорят, «Не этот ли?» Снова и снова, а Ешуа говорят, «Этот». Почему? Это слово показывает, что он уникален, отличается от всех остальных. Итак, они задали вопрос, «Не этот ли сын плотника? Не его ли мать называется Мириам или Мария? И братья его Иаков, Иосий, И Симон, И Яхуда, Юда? И сестры его не всели между нами?» 57 стих. Они снова задали тот же самый вопрос, «Так откуда же у него все это?» Они признавали, что он уникальный, что он другой. Они никогда не слышали, чтобы кто-то делился истинной Писания так, как делал он. И они изумлялись и стали задавать вопросы. Откуда у него такая мудрость? Откуда такая сила? Множественное число, чудеса, которые он делал. Каков источник этого? Знаете, есть только один ответ, и он в том, кто он есть. да, в физическом смысле, в земном смысле, он сын плотника. Но его идентичность, и услышьте это, он был Богом. Он есть Бог, и он навсегда Бог, который никогда не изменяется. Полностью человек, но и полностью Бог. И он сын Бога Всевышнего, что говорит о его божественности. Откуда приходит эта мудрость? Она приходит от Бога, что связано с его идентичностью. И заметьте нечто столь трудное для понимания. И если вы спросите меня, в чем основание этой трудности? Я скажу, какое основание, но вначале скажу о самой трудности? Я также учу и по книге Исход. И там Бог говорит Моисею, относя эти слова к сынам Израилевым. Что это значит? Жестоковы иный. Они люди жестоковы иные. И не будьте чрезмерно строгими к сынам Израилевым, потому что все народы склонны быть жестоковыми. Все люди склонны к гордости. Мы все склонны быть эгоистичными. Просто Израиль был на виду. Почему? Потому что ему было дано Слово Божье. У всех нас есть склонность не желать покоряться благому наставлению Бога. Но заметьте, что говорит Писание. Они спрашивали, разве мы не знаем эту семью? Мы знаем, что его отец Иосиф Лотник, его мать Мария с нами. Мы знаем его братья Иакова Иосию, И Симона, И Иуду, и его сестры все с нами. Посмотрите конец 56 стиха. Так откуда же у него все это? И мы знаем ответ от Бога. Но обратите внимание на их реакцию. 57 стих «И соблазнялись о нем». Это слово уникальное слово. Я упоминал несколько раз, что оно снова и снова повторяется в Евангелии от Матфея. Это слово скандально. Иногда вы знаете, случаются плохие вещи. Бывают вещи смущающие. возможно такие, что вызывают у вас чувство стыда. Но это идет дальше. Это скандально. И вы подумайте, вспомните обо всех великих чудесах, что он сделал в Галилее. Как он благословлял людей, помогал людям, любил. А что они? Увидев его уникальность и то, что он один из них, соблазнялись. И что это напоминает? Если вы прилежно изучаете еврейскую Библию, Ветхий Завет, вы знаете, как тяжело было сыновьям Иакова принимать своего брата Иосифа. Сны, которые у него были, откровения и то, как Бог хотел использовать его. И вот мы видим здесь отвержение людьми, которые знали его лучше всего. В чем причина? Причина ревность, гордость, жестоковыность. И, читаем еще раз 57 стих, и соблазнялись о нем. Ишуа же сказал им, это не было для него сюрпризом, ничто не является для него сюрпризом. Он сказал, не бывает пророк без чести. То есть он указывает, где пророк бывает без чести, разве только в Отечестве своем, в его регионе. Эти люди по причине гордости, ревности, не хотят принимать его. И вот что мы видим здесь. Им следовало бы быть благодарными, счастливыми, радоваться тому, что одного из них, из одного с ними города, Бог использует, что Бог призвал его быть не просто пророком, а пророком, тем, о ком говорил Моисей. И он в самом деле искупитель, спаситель, Господь, господствующий, царь царей, иначе говоря, мессия. Итак, он говорит, только в своем Отечестве бывает пророк без чести и в доме своем. То есть среди тех, кто знает его лучше всего. И далее последний, 58 стих. И поэтому, почему поэтому мы к этому придем? Тут сказано «И не совершил там». Почему слово «там» так важно? Потому что имеется в виду та самая местность, его Отечество. И не совершил «там» многих чудес по неверию их. И слово «неверие» означает, что они были против веры. Они были обличаемы, но отвергли обличение по причине гордости и ревности. Не позвольте гордости отнять у вас царственное развлечение. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.